В эфире новостная программа Арцах. В Баку судят армянских военнопленных. Предоставление бесплатных услуг Карабах телекомам продолжится до 1 апреля. За прошедший год в Арцахе родился 1541 ребенок. Об этом и о многом другом более подробно. Сегодня 34 годовщина Сумгаидской резни. 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаид советского Азербайджана азербайджанские власти на государственном уровне организовали геноцид и массовую депортацию армянского населения города. В связи с этим президент Республики Арцах Араик Арутинян посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам. Об этом сообщает Главное информационное управление аппарата президента Республики Арцах. Главу государства сопровождали председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, высшее политическое и военное руководство, общественные и политические деятели. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с посланием по случаю 34-й годовщины сумгаидского геноцида, в котором отметил, что желание Азербайджана сегодня – это окончательная оккупация Арцаха и уничтожение его народа. Однако мы должны продолжать защищать нашу страну. Решительно осуждая сумгаидское злодеяние и проводимую политику в отношении армян Арцаха, мы призываем цивилизованный мир предпринять активные шаги для предотвращения политики геноцида. Мы должны выйти из этой сложной ситуации и жить на земле наших предков, требовать свои права, говорится в послании. Служба национальной безопасности Республики Арцах работает над повышением уровня безопасности в селе Хараморт и других общинах Аскиранского района, передает сайт Службы национальной безопасности. В последние дни происходящие события на различных участках линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, в том числе на территории села Хараморт Аскиранского района, вызвали определенную обеспокоенность среди арцахцев. Психологическая атака Азербайджана с применением различных методов сама по себе тревожна. Тем не менее, как жители Арцаха, так и государственные органы должны работать над улучшением реальных составляющих безопасности. В связи с этим Служба национальной безопасности предпринимает все меры по защите жизни и здоровья населения села Хараморт и других общин от возможных посягательств и формированию стабильной и надежной системы безопасности. Служба также ведет переговоры с российскими миротворческими силами для устранения инструментов психологической атаки, проводимой Азербайджаном. Следственный комитет Республики Арцах принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту прямого умысла вооруженных сил Азербайджана на убийство двух и более лиц по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Арцаха 5 февраля текущего года, представители вооруженных сил Азербайджана с расположенных близ села боевых позиций открыли огонь по работникам на каменоломне на административной территории села Хараморт Аскиранского района. Также отмечается, что рабочим удалось спрятаться, и азербайджанцы не достигли своей цели. Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование, сообщили в Следственном комитете. Судебное заседание по уголовному делу против граждан Армении Ишхана Саркисяна и Владимира Рафаэляна состоялось в Баку, сообщает спутник Азербайджан. Их обвиняют в незаконном пересечении границы и минировании. Саркисян также признался и в намерении взорвать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Заседание продолжится 7 марта. Для Саркисяна требуют 20, а для Рафаэляна 19 лет тюрьмы. Военные попали в плен в мае 2021 года, когда осуществляли инженерные работы на территории Армении и не пересекали границы. Исполняющим обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения будет первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Камо Качунс. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Армения. 24 февраля Артак Давтяна освобожден от должности начальника Генерального штаба. На Украине ситуация продолжает оставаться напряженной. Переговоры между Украиной и Россией в Гомельской области Республики Беларусь уже начались и продолжаются более одного часа. В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят министр обороны, глава фракции «Слуга народа» и замглавы МИД Республики. Ранее также сообщалось, что российскую делегацию возглавляет помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации входит заместитель министра иностранных дел, заместитель министра обороны и глава комитета Государственной думы по международным делам. Министр обороны России Сергей Шойгу и главой Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Отметив, что Запад не только предпринимает недружественные шаги в экономике, но высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе. Об этом он написал в своем Твиттер. Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за специальной военной операции России. В пресс-службе также указали, что все случаи применения вооружения России документируются. Австралия ввела санкции и запреты на поездки в отношении президента Российской Федерации и ряда постоянных членов Совета безопасности России, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Дания разрешит своим гражданам стать добровольцами-наемниками в иностранной бригаде и воевать на стороне Украины, заявил премьер-министр Дании. Евросоюз запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать на территории Союза. Решение опубликовано официально. Кипр закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний. Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа имеют решающее значение для Украины. Украина должна вступить в Евросоюз, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер Японии объявил, что введет санкции против Центрального банка Российской Федерации. В России велась планомерная подготовка к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры. Он также добавил, что действия украинских националистов, прикрывающихся мирными жителями, преступны. Высказывания о возможности прямого столкновения Российской Федерации и НАТО просто неприемлемы. Евросоюз занимает недружественную позицию и принимает враждебные меры в отношении Российской Федерации. Россия ответит на запрет на полеты российских авиакомпаний зеркально, но с учетом своих интересов. Украина подвержена агрессивным, а зачастую и преступным устремлениям, как это было в отношении ЛНР и ДНР, сказал Песков. Как сообщили спутник Армения в пресс-службе Центрального банка страны, все валютные операции с рублем в армянских банках проводятся без ограничений. Организация Объединенных Наций не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека, заявила официальная представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Она пояснила, что страны не дают соответствующего разрешения на пролет, а это обязательства и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странным членам, тем более в кризисный момент, заключила дипломат. В рамках заседания Совета ООН по правам человека высокого уровня, проходящего в Женеве, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзаян встретился сегодня с Верховным комиссаром ООН по делам беженцам Филиппо Гранди. Как сообщили в МИД Республики Армения, Арарат Мирзаян отметил, что как страна, непосредственно пострадавшая от насильственных перемещений, Армения всегда поддерживала усилия Верховного комиссара ООН по делам беженцев по защите прав насильственно перемещенных. Собеседники обсудили гуманитарные проблемы, возникшие в Республике Арцах после 44-дневной войны. Арарат Мирзаян обратил внимание коллеге и на необходимость создания условий для возвращения и защиты прав арцахских армян, насильственно перемещенных из разных мест в результате азербайджанской агрессии. Он придал особое значение осуществлению в Арцахе гуманитарных миссий международных организаций, в том числе и Верховного комиссара ООН по делам беженцев, считая недопустимой политизацию этого вопроса со стороны Азербайджана и создание искусственных препятствий. В Республике Арцах в 2021 году родилось 1541 ребенок, 779 мальчиков и 762 девочки. Как сообщает Министерство здравоохранения Арцаха, 1463 ребенка родилось в медучреждениях Арцаха, 78 в Армении. Также в течение года в Арцахе было зарегистрировано 22 рождения двойняшек. Путем ЭКО родилось 3 мальчика. Президент Республики Арцаха Раик Арутюнян направил телеграмму соболезнования в связи с безвременной кончиной журналиста, публициста, общественно-политического деятеля Варткеса Багиряна. В телеграмме, в частности, говорится. Варткес Багирян стоял у истоков создания арцахского телевидения, своей самоотверженной и профессиональной деятельностью внес большой вклад в дело его становления и развития. Его программы и фильмы, публикации и литературные произведения стали неотъемлемой частью летописи Арцахского национально-освободительного движения и освободительной борьбы, увековечив как имена героя, так и самого автора. Будучи журналистом, депутатом, занимая различные ответственные должности в нашей новосозданной независимой республике, Варткес Багирян всегда с большой ответственностью и преданностью служил своей родине и родному народу. От имени народа, власти Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку родным и близким покойного, его коллегам и однопартийцам, говорится в телеграмме. В результате субсидирования правительством республики Арцах предоставление бесплатных услуг ЗАО «Карабах Телеком» продолжится до 1 апреля текущего года, сообщили в компании. С сегодняшнего дня бесплатный проезд по дороге Степанакерт-Ереван будет организован по понедельникам, четвергам и субботам в 14.00. Об этом сообщили Министерстве территориального строительства и инфраструктуры Республики Арцах, призвав граждан регистрироваться заранее по телефону 047-94-84-35 с понедельника по пятницу в рабочее время. С 21 по 28 февраля в Республиканской спортивной шахматной школе состоялся командный чемпионат по шахматам с участием военных из разных воинских частей армии обороны Арцаха. Начальник отдела физической подготовки и спорта Н-ной воинской части Эдуард Авсипян отметил, что в чемпионате, который пройдет в Армении, примут участие сильнейшие спортсмены этого чемпионата. По его словам, подобные мероприятия поднимают боевой дух военнослужащих и организуют активный отдых. Наш эфир подошел к концу. В заключение выпуска послушайте информацию о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра 1 марта на территории Республики будет переменная облачность без осадков. Ветер южный 2,7 м в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2,6, днем 14-19 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, в студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова